Глеб Соболев, есть у нас ПОО ПТР. Мы консультанты, методологи, как угодно называют. У нас свое ПО, оно такое пока отсутствует, но в будущем году мы выпустим, наверное, некие решения по оптимизации. Мы работаем с САД, мы работаем с ОРОКО, мы работаем с 1С, ТАИР. В общем, все системы, которые есть на рынке, мы с ними взаимодействуем на проектах. Заказчик либо нас привлекает на этапе сбора данных, либо на этапе какого-то предварительного погружения. Какова стоимость ПО по надежности? Ну вот если брать диапазон, что на рынке есть, ну, грубо говоря, 1С, RCM, это от миллиона рублей, ну, в зависимости от количества пользователей. Можно купить коробку на, там, по-моему, 5 пользователей, ну, условно, за миллион рублей. Там должна быть серверная часть еще, да, то есть какие-то вещи там обязательно. Есть самый дорогой на рынке, Meridium, компания такая американская. Там рабочее место 1,5 миллиона евро. Ну, минимальный чек, скажем так, проекта 1,5 миллиона евро. Вот, можете выбрать. Между двумя вот этими системами как-то у нас в России вообще ничего нет. Ну, есть Excel еще, 100 долларов лицензии на год. Вот, именно по надежности пока у нас. САП в этом году выпустил приложение под САП, управление Asset Performance Management. Там цена ни в одном прайсе вы не найдете. Она исходя из ваших финансовых показателей. Александр, какой типовой набор мотивно-справочных документов вы делаете на проектах по постановке ТАИР? Ну, правильный вопрос, да. Первый документ, который мы, как сказать, продаем, плохое слово, это политика. То есть мы пытаемся собрать генерального директора, исполнительного директора, нам акционер, грубо говоря, и понять, какие же у них ожидания от того, что мы там делаем с насосами, есть. Это политика. Потом стандарт, стандарт управления, это вот документ второго уровня. Потом методики. Ну, и следующее, это регламенты. Если появляется какой-нибудь САП или какой-нибудь 1С, или не появляется, но надо что-то делать, регламент обходов оборудования, например. Ну, полный комплект документов. Это проект в полюсе, например, 3 года, а еще не закончился, если делать его притапно. С 1С мы сотрудничаем только с Десналсофтом, поскольку они делают модуль Таир. Другие интеграторы не попадаются нам. То есть разработчик 1С Таир и 1С F7, компания Десналсофт, мы с ней непосредственно дружим. Так, был вопрос, справочник по надежности, правильно был вопрос, справочник по надежности я показывал как раз специально. Ну, справочник по надежности в моем понимании, это справочник, ну, например, симптомов, привязанных к оборудованию, дефектов, ну, там, течи, повреждения и непосредственно сама статистика. Средняя работка на отказ, тортового уплотнения, насоса НГЦ, там, 300 на 600, вот такая. Вот это справочник по надежности, здесь сам отказ и цифра, средняя работка на отказ. Я когда готовился, у меня был слайд по справочнику, то есть с цифрами, но я потом исключил, подумал, что до этого не дойдет. То есть справочник, это именно цифра, когда вы начинаете свою, там, систему строить, чужие данные по отказам вашего оборудования. Вот, я попытался ответить на вопрос, что такое справочник по надежности. Проектная команда ММК, там сложная команда, сверху был, ну, консультант из большой четверки, да, у нас есть McKinsey, Deloids, знаете, да, Они эту историю вели целиком, именно данные техкарты, данные по оборудованию, команда была мы, простой их нет, непосредственно комбинате офис там, ну, в пике было 10 человек. Плюс, в чем преимущество ММК, у них инженеры по планированию, инженеры по надежности в цехах сидели, то есть там планировщик цеха и надежник цеха, они были частью нашей команды. Если мы считали, нужны какие-то данные дособрать по оборудованию, то планировщик цехи, ну, по сути, 30 человек, они в своем цехе собирали сами. То есть, по плану это было 6 месяцев, по факту это стало там полтора года проект. ММК на Oracle Yam, очень специфическая система, Еврохим, был на ней ММК, ну, какие-то Уралхим, по-моему, на Oracle, именно на Oracle Yam, управление ремонтами. Да, вывод, популярный был вопрос, переходы на электронные наяд допуски. Вот именно на учет дефектов, электронный журнал дефектов, мы видели, у меня так материал их там был, ну, не в этих, а в обучении, письмо Ростехнадзора, а о том, что можно переходить на электронный учет дефектов. То есть, можно собирать в электронном виде, хранить их на защищенном сервере не менее трех лет. А по наяд допускам, честно, не знаю, пока именно наяд допуска по безопасности имеется. Все ждут цифровой подписи, ее законности, но пока вот в производстве мы не видели. В общем, не буду врать, пока не внедряется массовом масштабе. Все там синей ручкой должны выдать за наряд, подписаться, потом проверить выполнение условий безопасности, и тогда считается, что это выполнено условие. Сибор в итоге выдал саб, до этого он работал, мы внедряли дата-стрим, одна из лучших ям-систем, потом дата-стрим поглотился ямом, ой, форум, сейчас он опять на рынок выходит. Но Сибор решил, что саб для них это более имидж, имиджевая система. Тут вы должны понимать, что системы выбирают не всегда механики, а системы класса ERP выбирают акционеры. Имидж компании, финансовая отчетность на западных этих рынках, им важнее, чем ваши там болты, дайки, ремонт. Сибор именно такая ситуация, я считаю. Последний вопрос, как заинтересовать людей, работая в системе ТАИР. Вот ответа я здесь не представил, у нас там есть в материалах обучения ролик Сибора, как они боролись за пользователей в системе ТАИР, тут имеется в виду в системе информационной. Их, во-первых, приказ, самый действенный на производстве, это приказ. То есть, если нет приказа, пользователи работать в системе ТАИР не будут. И второе, это показатели, то есть KPI. Какой-то показатель должен быть обязательным. Без этого люди и к KPI привязаны мотивацией, без этого они, соответственно, не работают. Все наши инициативы внедрения в систему автоматизации, они, в общем, людям на нижнем уровне не нужны. Пока мы для них либо пряник, либо кнут не заложим. Реальность именно такова в нашей системе ТАИР. У нас есть журнал, опять-таки, кто хочет подписаться, некоторые вопросы мы там ежеквартально освещаем. Чуть-чуть нашего опыта, опыт западных коллег, он такое вот чтение для любопытных. Ну и курсы, призываясь, кто-то интересуется, можете отправить запрос. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ